И сейчас начнем. 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 На сегодня мы будем разбирать участок, который я не до конца понимаю. В частности, о чем там говорится, но я понимаю в общем. У меня ощущение, что мое понятие в общем, оно немножко не соответствует понятию, что у Рава написано словами. Я такого терпеть не могу, но попытаемся продраться. У нас сегодня будет немножко такой урок интересный и сложный. И для меня тоже. То есть у меня вообще понимание, что сказано, оно немножко противоречит тому, что я не до конца понимаю, как то, что сказано конкретно в Рава. Вот сейчас посмотрим вместе, может быть, с вашей помощью мы как раз и сможем все разобрать как положено. Давайте я поставлю текст. До текста мы, конечно, сделаем повторение предыдущих следов. Обратите внимание, те, кто с нами в первый раз, в Google Docs, где есть текст, там вставлены ссылки на все предыдущие уроки. В Божьей помощи появятся ссылки на этот урок тоже там же, в том числе. Итак, повторение предыдущих серий. На прошлом уроке мы сказали, чем отличается служение Богу, когда проламываясь к Богу напрямую, обращаясь к Божественной сути. По отношению к тому, как Рав, в общем-то, советует служить, это через одеяние в Божественные идеалы. Правда, мир, милосердие и так далее. В чем принципиальная разница? Какая нам разница? Можно так служить, можно так служить. Какая нам принципиальная разница? Правда, я объясняю. Принципиальная разница в том, что служение Богу как сути – это ультимативное чудо. Бога мы не можем понять принципиально никак, как ухватить ни умом, ни воображением, ни чувствами, ни как. Это одно из наших оснований – Бог не постижим, его внутренняя суть не постижима никак. Этот Бог от меня что-то хочет. У него есть ко мне требования. Этот Бог мне угрожает. Если не будешь делать так, как я, будет так и будет так. Соответственно, это обмекает на человека панику и ужас. Человек смиряется внешне, а внутренне пытается сбежать. Это общее направление, даже если мы его немножко пригладим с помощью религиозной философии, таких объяснений красивых. Но то, что будет скрываться под этим – это ультимативный чужой. И там у нас только страх. Такое очень сильное. С противоположностью. Если мы будем двигаться к Богу через божественные идеалы, зная, что за этими божественными идеалами скрывается Бог сам, та самая его суть, мы встретим противоположное душевное движение. Почему? Потому что божественные идеалы, они уже прошиты в нашей душе. Я их встречаю. Они мне близки. Противоположность. В первом подходе, когда Бог сам по тебе, он мне абсолютно чужой. Божественные идеалы, правда, милосердие, справедливость, мир, они мне непонятны, они мне близки. Даже если они не раскрыты в моем сердце полностью и так далее. Береться зачатки. Тем не менее, они у меня есть. И Бог, который скрывается за таким вот моральным, идеальным взглядом, да, то есть я понимаю, что небо же не человеческий вера. Это божественные веры. Это бесконечные. Но за ними скрывается Бог. Это уже тот Бог, которому я стремлюсь, которому я не боюсь, которому я хочу быть. Это принципиальная разница между служением самой божественной сути, которую Раб называет служением Раба, и служением через, с помощью божественных идеалов, которые называем мы служением Сын. Это короткое содержание предыдущих уроков или, скажем, скорее, последних уроков. Сейчас Раб хочет нам объяснить немножко подробнее про вот само это служение сути божественной. С вашего позволения мы переходим к тексту. До сих есть какие-то вопросы? Хорошо. То есть плохо, конечно, вопросы мы любим. Так же широко известно, что даже божественные имена, согласно глубине Тора, символизируют не сущность Бога, но только божественные идеалы. Это пути Бога, желание, эманации, сферот, качество дороги, врата и лиги. Как мы сказали, что божественные идеалы – это то, что у нас называется сферот. Слабый отблеск идеального устройства, которых запечатлен также в душе человека, которого сделал Бог прямой. То, что мы сказали, эти идеалы, они близки и понятны. Поэтому начинать с них, служение Богу, очень хорошо, радостно и ободряюще. Потому что это что-то, что противоположное с абсолютному чужому, которое мы описали, когда говорили про суть божественного. Здесь, наоборот, движение начинается от меня. Дальше. И это то, как раб определяет, здесь тоже пируш, комментарий раба на мидраж, в посуде сказали, что в чем Бог сделать человека прямым? В том, что в душе, вживлены уже части его души, это начало тех самых божественных идеалов. И желание наиболее сильное, скрытое вне души его, выводить постоянно этот скрытый свет из потенциала, реализовывать в действии, приближать его постоянно все больше и больше к неограниченному совершенству божественных идеалов, в формах самой жизни, будь то жизнь человека или общественного собора. В действии, желании есть. Кроме того, и мы это, видимо, не подчеркнули на прошлом. Кроме того, что сами божественные идеалы, они уже часть нашего существования, часть нашей души. В дополнение к этому есть желание, это дело реализовано. Не достаточно, чтобы они там все спали в нашем сердце. Есть сильное желание человеческое, общечеловеческое и особенное действие, эти идеалы реализовывать в реальном мире. Это и есть просвещенное служении Богу. Служение сыновей. Служение сыновей, мы сказали, это определение. Относительно служения раба, есть это служение сыновей. Служение сыновей. Через отношение к Богу. Через божественное я. Чувствующие глубоко внутри свое отношение к Отцу и Создателю, к источнику добра, жизни и света. Это идеальное понятие всегда расширяет душу и возвышает ее. Тогда как понятие служения раба, которое относится к служению сущности, при отсечении представления об идеалах, может деградировать до понятия идилопоклонничества. Так же, как термины обеществления и ограниченные изменчивые определения имеют тенденцию к этому. Что этот раб говорит? То, что мы сказали. Служение Богу на уровне сына, через божественные идеалы, оно всегда возвышает и поднимает душу. А служение на уровне раба, оно всегда принижает вас. Теперь обратите внимание, это важно. Это важная вещь, мы подчеркиваем много. Служение раба – это правильное, кошерное, нормальное служение. Но это служение опасное. И это служение низкого уровня. Это кошерное служение. Вывод, что служение раба – это вообще неверно, неправильно. Но да, но что да. Видимо, в нашем поколении основное служение для большинства людей – это служение сына. А в прошлых поколениях основное служение было служением раба, а для элиты было служение сына. На сегодня, как мы видим у раба во многих местах, основное служение для большинства народа, даже для простого народа, это все-таки служение сына. Тем не менее, я подчеркиваю, что служение раба само по себе, несмотря на то, что это низменное служение, несмотря на то, что это опасное служение, мы сейчас разберем опасность его, это служение кошерное, допустимое. Более того, раб просто гораздо дальше помянет также его плюсы. Не бывает, что просто так у нас в служении раба – нет плюсов. Какой у него плюс? Мы его тоже обманем. Но в том, что когда человек больше похож не на человека, а на дикого зверя, служение, которое его принижает, оно также принижает и умаляет этого дикого зверя. А когда большинство человек – это дикий зверь, это полезно. Когда же наоборот, большинство человек – это уже человек, можно назвать его большей буквы, то служение, которое Бог принижает и умаляет, оно не только не полезно, оно вовремя. Но это уже, в общем-то, немножко отклонение от темы, потому что здесь раб этого не говорит, это следует из других мест в Раве, например. То есть немножко из нашей статьи, ну, допустим, «Амарадор», «Поколение», и в других местах это в Раве очень четко видно, просто здесь я добавляю. Тем не менее, здесь Равда пишет, что от служения на уровне раба низменного служения используют. Мы сказали, когда человек, он дик, его принизить – это хорошо. Теперь, да, в чем опасность служения раба? Может, служение раба, которое относится к служению сущности, при отсечении представлением в идеалах? Мы всегда говорим, что когда раб упоминает служение в сути, он всегда скажет – суть без божественных идеалов. Почему? Потому что мы увидим немножко дальше, что служение божественного сущности через, по дороге развития божественных идеалов – это да, правильно. Поэтому каждый раз, когда раб захочет критиковать служение, напрямую проламывает божественную суть, он всегда скажет – служение божественной сутью без божественных идеалов. Приходь с утечением – это идеальное обманываемое. Тогда как понятие – служение раба… Прикольно. Добрый вечер. Я отключаю Вам звук. Добрый вечер. Тогда как понятие «служение раба», которое относится к служению сущности при отсечении представления об идеалах, может деградировать до понятия идолопоклонического. Так же, как термины «овеществление» и ограниченные изменчивые определения имеют тенденцию к этому. Про что Абдулдрит? Про то, что мы начали наш урок с того, что в Торе Бог описывается терминами «овеществление» – ука Бога, Бог разозлился, Бог передумал, длань Бога, перст Бога и так далее. Можем подумать, что урока есть у Бога есть руки, ноги. Понятно, что нет. Ираф объясняет, что язык с одной стороны и наши понятия Божественного в другом, глубина мысли вместе, наоборот, поднимает эти понятия на век. Возвышаем. Но само по себе, само по себе, разговор о Боге в терминах «руки-ноги», «голова» и «хвост» понятно, что не отражает ни в другом. То же самое, как и в нашем случае служение Богу, когда мы работаем, служим на уровне раба, это может привести к идолопокойству. Так же, как описание Бога в терминах «тело» может привести к неправильному пониманию Божества. Это опасность. В чем здесь опасность? Как это работает? Это моральное представление Бога. Как мы представляем себе Бога? Правильное представление. То есть, опять мы сейчас будем скушать своих мест. Бога никак нельзя представлять. А вся наша ответа о том, как представлять себе Бога. Это очень важно, как мы представляем себе Бога. Так вот, как мы себе представляем Бога? Несмотря на то, что представлять его нельзя, мы все его как-то себе представляем. Это очень важно. Если мы себе представляем, в первую очередь, как моральный оператив, что Бог действует, в первую очередь, как моральный субъект. Это один подход. Другой подход. Что Бог – он очень большой и очень сильный. И от него один шаг в Европоплодство. Как мы сказали на прошлом уроке, видимо, принципиальная разница между иудаизмом и Европоплодством не в количестве новых. И даже, видимо, не в том, что Бога тело или нет, а именно в том, что мы сейчас говорим. Бог – это такой вот бугай, который очень сильный и действует по капризам, как, в общем-то, башки и белопоклонников. Их нужно умиротворять. Приносить вовремя их подношения и знать, как с ними сработать. Так как иначе они туда работают. Они действуют по капризам. И они очень сильны. С ними нужно как-то уметь себя нести. Это поведение тело-поклонников. Мы относимся к Богу в основном не через взгляд, какой он огромный и большой, как если что-нибудь, он тебя может быстро-быстро стереть в порошок. А что Бог – он морально себе. Именно поэтому представление о Боге, служба Богу на уровне раба, когда мы служим напрямую, проламываемся напрямую в божественной сути, не проходя через путь развития божественных идеалов, то мы встречаем именно такого абсолютно непонятного, очень сильного, угрожающего нам сущности. Отсюда, как понятное дело, один шаг для белопоконников. Такое представление о Боге – белопоконников. А теперь рад еще говорить более-менее то сложное, про что я говорил. Сейчас мы будем это пытаться понять. Сейчас рад насчет «потиграйчик сам себе». Итак, следите за руками. Однако также. Такое понимание стесняет душу и принижает ее. Понимание раба. Как мы сказали. Однако. Так же, как понятие сущностное, без наполнения божественными идеалами, несмотря на то, что это понятие наиболее низкое, происходящее с детского взгляда, когда человек еще не различательно за сущностью и определением, и таким образом ему кажется, что все его отношения находятся только в кругу вещей сущностных, тем не менее, это также понятие наиболее бесконечное. Именно после того, как человек приобретает целостное понимание, что все сущее в мире воспринимается им только через его качества и отношения к нему, именно тогда он находит внутри себя такую силу, что отношение Бога к нему более глубокое, возвышенное и живое, чем любое другое отношение. Пока не прояснится перед ним совершенная, полная истинно высшей скромности, стоящей даже высшей мудрости. «То, что сделало мудрость, кого не для головы, сделало скромность, кого не для подуши». Только тогда собственное существование человека будет восприниматься им как отношение к качеству, отношение Бога к нему, ставить для него сущность жизни и истинность бытия, для остатка наследия его, для того, кто тебя ставит в остатки. Это идеальное понятие, всегда расширяя душу, возвышая душу. Тогда как понятие стружения раба, которое относится к стружению сущности… Здесь, по-моему, мы немножко… Я тут немножко ошибся, видимо, я наклеил текст сам на себя. Ага. Это просто немножко улучшенная версия того, что было раньше. «Только тогда собственное существование человека будет восприниматься им как отношение к качеству, отношение к нему, станет для него сущностью жизни и истинностью бытия, для остатка наследия его, для того, кто себя ставит как остатки. Однако эта великая истина так и останется у него на уровне неясного внутреннего ощущения, которое не сможет оформиться в конкретно детализированную мысль, не сможет порождать сильные чувства и значительного порядочного действия. Поэтому все сокровища мыслей и все достижения разума, практического и абстрактного, источником которых является внутреннее чувство, все они могут быть опорядочены и поняты только в пространстве идеала, которое приходит со стороны качественного отношения, рожденного зрелой человеческой мысли, которое только и может быть истинно практической и вместе с тем идеальной после того, как прояснилось для нее общее видение мира в целом в отношении к нему. И внутреннее чувство, обращенное в сущность, это точка, дающая жизнь всякому идеальному отношению, поскольку все идеалы пробивают из источника жизни всего живого со стороны вечного сознания, разрушающегося над всеми высотами и спускающимися ниже всех людей. Так оно при отписании служения Богу. Лишь в глубине чувства сокрыта первая мысль к насыщенности, которая суть наклонность наиболее детская, но также наиболее возвышенная. Однако пространство мысли и речи всегда обращено в сторону божественных идеалов, которые несомненным образом пробиваются из источника идеала всех идеалов, жизненности всех жизней, желания всех желаний, стремления всех стремений до бесконечности и свет светит в моем будущем. Это сложный отрывок, что я понимаю не до конца, мы будем учить от конца к началу. До того, как мы приступим, если кто-то хочет что-то сказать, я хочу сейчас сделать небольшую музыкальную паузу и дать возможность, кто хочет сказать, если нет, мы сейчас начнем разбирать. Это тот сложный отрывок, который даже я не до конца не понимаю, но мне кажется, что общий смысл хотел сказать, я это понимаю, а вот каждое конкретное предложение с этим будет сложнее. Итак, кто-то понял что-то сказать? Нет? Хорошо. Тогда мы, как мы сказали, давайте изучать это с конца начала. Даже не с текста, а с того, что я стою. Служение, в конце концов, во-первых, начнем давайте с определения. Отношение к Божественной сути везде на протяжении нашей статьи называется уравы чувства. Внутреннее чувство – это всегда чувство. Служение и развитие Божественных идеалов – это уже всегда действие, мысль, речь и так далее. Всегда, когда мы будем встречать снова чувства или внутреннее чувство, это всегда будет нам говориться об отношении к Божественной сути. Это по поводу термина. Опять-таки, здесь я стану текстом. Второе. Значит, какая здесь идея? Что мое отношение к Божественному, то есть его нельзя стереть. Нельзя взять резинку и стереть. Так вот мы, допустим, как можно неправильно понять. Служение Богу через Божественную сути – это плохо, неправильно. А служение Богу через Божественную идеал – это хорошо. Ничего не будет. Ничего не получится вообще. Почему? Потому что в глубине сердца, так же как сидят зародыши всех Божественных идеалов, так же сидит необъяснимая, не обрамляемые слова, непознаваемые, но стремление к Богу. Есть это вот стремление. Это есть это вот, это самое чувство. Оно существует. От него никуда не денется. Но что нам говорили? Да, оно есть. Но давайте не будем его определять. И давайте будем к нему относиться и его искать через Божественные идеалы. Это чувство проявляется правильно только через Божественные идеалы. Но вы нельзя сказать, что это не верно. Поэтому. Я могу… То есть оно есть и у ребенка, и у взрослого. И это может быть… Именно поэтому, что оно есть у любого человека, у любого общества. Это всегда есть стремление к Божественному. Именно поэтому первая короткая неправильная дорога – это стремление оформить служение. Я служу напрямую Божественную службу. Соответственно, мы сразу впадаем в неправильную и нехорошую вещь, которую мы только что обсуждали. А как эти случаи подобраться правильно? То есть в конце концов, в конце дороги развития Божественных идеалов мы встретим ту самую Божественную службу. Только мы ее встретим правильно. Как мы уже говорили на классах урока, главное – это подготовка, а не самовстреча. Это сравнивается с женитьбой, со свадьбой, со встречей мужчины и женщины, со встречей с душой, с телом, с одеждой. Все, что мы обсуждаем в прошлом уроке – это именно это. Главное – это не самовстреча с сутью, так как самое главное – это суть, самое главное – это смысл этой цели. Мы сейчас обсуждаем то, что дорога, верный путь не менее важен. А если мы начнем напрямую сразу проламываться к сути, мы получим вместо святого брака проклятую проституцию и порнографию. Это то, что будет. Это будет то же самое без подготовки. Правильно. Мы здесь говорим про то же самое. Отношение к божественной сути – это, в конце концов, это высшая ступень. Но она должна остаться неопределяемым чувством, а уже на уровне мыслей, речи и действий должно быть только на уровне развития божественных делов. Тогда это будет правильно, и тогда вот эта верная одежда, верное обрамление всего, и тогда и общество будет развиваться верно, и человек. Давайте это еще почитаем с конца, в начало, как мыслей. Так оно при описании служения Бога. Лишь в глубине чувства сокрыта первичная мысль относительно сущности, которая суть – наклонность наиболее детская, но также наиболее воздушная. Однако пространство мысли и речи всегда обращено в сторону божественных идеалов, которые несомненным образом пробиваются из источника идеала всех идеалов. Что такое источник идеалов? Это та самая божественная сущность, безусловно. Жизненности всех жизней, желания всех желаний, стремления всех стремлений до бесконечных высот. Что это такое? Это та самая божественная сущность. Да, то есть божественные идеалы, они не сами по себе. Они выходят, не проистекают от Бога до бесконечных высот. И свет в свете твоем будущем. И точка, и внутреннее чувство, обращенное к сущности – это точка, дающая жизнь всякому идеальному отношению. Как мы сказали, идеалы, они не сами по себе, не вырастают из божественной сути, нашего отношения к божественной сути, поскольку все идеалы пробивают из источника жизни всего живого со стороны вечного сознания. Еще предложение с конца вечера. Поэтому все сокровища мыслей, все достижения разума, практического и абстрактного, источником которых является внутреннее чувство, то есть внутреннее чувство, мы уже сказали, божественная сущность. Все они могут быть упорядочены и понятны только в пространстве идеалов, реализация неопределенного отношения к божественной сути, верная реализация, конечно, только на уровне развития божественных идеалов. Упорядоченные понятны только в пространстве идеалов, которые приходят со стороны качественного отношения, рожденного зрелой человеческой мыслью. Что такое зрелая человеческая мысль? Это мысль о том, что служить Богу нужно через развитие божественных идеалов, и через них мы приходим и пытаемся дотронуться, приблизиться к самому Богу, а не напрямую к Богу. Что это мысль детская, инфантильная, неразвитая, которая только и может быть истинно практической, вместе с тем идеальной, после того, как прояснили для нее общее видение мироздания в целом, его отношение к ним. То есть это мысль о развитии божественных идеалов, и нужно, конечно, понимать мир, хорошо понимать мир, науку, науку и 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 науку. Так и останется у него на уровне неясного внутреннего ощущения, которое мы не сможем и не должны определять. Которое не сможет оформиться в конкретно детализированную мысль, не сможет порождать сильные чувства и значительные упорядочные действия. Жить постоянно опираясь на отношения к божественным случаям невозможно. Напротив этого жить постоянно развивая божественные идеалы невозможно. Правда сказать немножко дальше, но давайте обратим внимание на такую интересную вещь. Быстренька превращается в профессию. Это что-то давящее, конкретное, ограниченное, очень большое профессия. Потому что постоянно нормальному человеку концентрировать на эту мысль сложно, касаясь человека невозможно. Однако постоянно концентрировать мысль на развитии божественных идеалов. Или по-простому, рабочее христианство, на исправление мира. Конечно, возможно. Человек, который одержим каким-то идеалом, хочет исправить, хочет сделать революцию, там возьмем дальше революционный. Он спит, он ест, он чистит зубы, он ходит в рестораны, он качает мышцы, он читает книги, научит. Все это делает для реализации своей цели. Соответственно, все, что он делает, постоянно, как 24 на 7, он занят. Он, в общем-то, думает о Боге через божественные идеалы. А постоянно вот таким вот образом прилепиться, что называется, к идее о Боге, это невозможно. Раб это еще у людей немножко разоглетит. А вот то, что у нас идет до того, это вот та вещь, которая немножко не до конца понятна. Раб учит как бы здесь, что мы сейчас увидим, радость говорит о том, что вот именно представление о божественном, божественном сути, оно как бы вообще, в конце концов, оно определяет мое представление о себе, но определяет как бы мою жизнь, суть моей жизни и так далее. Мы же вроде бы сказали, что даже сложно сформулировать, в чем у меня было противоречие. Значит, давайте сейчас вернемся к этому атрибутирую. Мы сейчас пропустили, только действительно прочитали. Скажем, таким образом, да. В конце концов, развивая свою человеческую мысль, человек понимает, что, в общем-то, даже определение себя как суть своей жизни, своей души и так далее, оно проходит через отношения блоками, через отношения. Давайте почитаем. Однако, так же, как понятие сущностное безнаправление божественным делом, несмотря на то, что это понятие наиболее низкое, происходящее из детского взгляда, этот человек еще не различает между сущностным определением и отношениями, и таким образом ему кажется, что все его отношения находятся только в кругу вещей сущности. Тем не менее, это также понятие наиболее высокое. Итак, отношения к божественному сути. Одновременно с тем, что это понятие наиболее высокое, это также понятие наиболее высокое. Теперь я хочу обратить здесь внимание, когда Раб говорил про детское восприятие божественного сути. Он сказал без божественных идеалов, правильно? Однако, так же, как понятие сущностное без наполнения божественными идеалами, несмотря на то, что это понятие наиболее низкое происходящее в детском взгляде, когда человек еще не различает между сущностным периодом. Мне таким образом кажется, что, тем не менее, это также понятие наиболее высокое. Я хочу предложить здесь свое прочтение наиболее высокое. Мне кажется, что, Раб говорит здесь, что отношение к сути божественному, без божественных идеалов, это понятие наиболее низкое и также наиболее высокое. Мне кажется, также наиболее высокое, но это уже не без божественных идеалов, а с божественными идеалами. По-простому, если мы читаем текст, то вывод у нас, видимо, такой. Что же здесь написано, что отношение к божественному сути без божественных идеалов, это отношение, оно же наиболее низкое, оно же наиболее высокое. Мне кажется, мое мнение, что, несмотря на то, что написано, Раб хочет сказать немножко другую вещь. Раб хочет сказать такую вещь. Низкое отношение к Богу, детское отношение к Богу – это отношение к сути божественного без, не через божественных идеалов, а высшее отношение к божественным сути – это уже через божественные идеалы. Но, может быть, я не прав. Может быть, и высшее отношение к божественному сути – это тоже без божественных идеалов. Это само по себе. Но в конце расскажут, что, однако, реализация этого отношения уже только через божественные идеалы. Здесь я вместе с вами сомневаюсь. Скажем так, по тексту и то и другое без божественных идеалов. Само отношение к божественному сути. Теперь Ах надо определять это отношение к божественному сути. Когда человек поднимается, прошел уже путь. Именно после того, как человек приобретает целостное понимание, что все сущее в мире воспринимается не только через его качество и отношение к нему. По канту. Вещь в себе. Сути вещей мы не можем понять. Все наши взаимодействия и отношения со всем, что вокруг нас – это через отношение к нашим, к людям или вещам, или животным. И отношение к нам. Это как бы то, что есть. Не вносить никакой возможности вообще соотноситься и общаться с судьбой, с самым самым. Именно тогда он находит внутри себя такую силу, что отношение Бога к нему более глубокое, воздушное и живое, чем любое другое отношение. Самое тогда важное отношение – это как Бог относится к нему. Пока не прояснится перед ним совершенная, полная истинно высшая скромность, стоящая даже в высшей мудрости. Высшая скромность – это вещь, которая стоит выше мудрости. То есть то, что самый высокий этаж, до которого мудрость может достать и дотянуться, как бы корона на голове – это низ, с которого начинается скромность. Но это необыкновенная простая скромность – это высшая скромность, когда у нас есть отношение с Богом. То, что сделало мудрость корона для головы, сделало скромность и духом для подошвы. Только тогда собственное существование человека будет восприниматься им как отношение качественное, то есть относительное. Моя жизнь чего-то стоит, поскольку Бог ко мне относится. И она стоит столько, сколько Бог ко мне относится. А отношение Бога к нему ставит для него существу жизни и истинностью бытия, для остатка наследия его, для того, кто себя ставит как остаток. Так, здесь мы опять перескочили. А дальше то, что можно сказать. Даже если мы скажем, что высшее понимание божественное и правильное понимание божественное – это без божественных идеалов. Хорошо. Но это должно остаться как неопределенное чувство. И мы не можем с ним постоянно как-то жить, работать и на себе. Однако эта великая истина так и останется у него на уровне неясного внутреннего ощущения, которое не сможет оформиться в конкретно аудиторизированную мысль. Даже как мысль это чувство может оформиться. Не сможет порадать сильные чувства и значительно порядочные действия. Я не могу жить в свете этих дней, как бы, ну, ежедневно. Поэтому все сокровища мыслей, все достижения разума, практического и абстрактного, источником которого является внутреннее чувство, то есть отношение к сущности божественному, все они могут быть упорядочены и поняты только в пространстве идеалов, которые проходят со стороны качественного отношения, рожденного зрелой человеческой мысли, которая только и может быть истинно практической и вместе с тем идеальным. Как-то есть всегда напряжение между практическим идеалом. А когда мы развиваем и реализуем божественные идеалы, это идет вместе. Почему? Потому что идеал, он всегда далек. И всегда попытка его спустить в его идеальность в землю всегда церпит права. Однако, если это божественные идеалы, которые идут и развиваются, мы их развиваем, то у нас божественные отношения. С одной стороны, мы довольны тем, чего мы можем достигнуть. С другой стороны, мы хотим еще. Но мы не отрицаем того, что достигнут. И мы согласны на процесс. Божественный идеал? Да. Потихонечку. Сегодня чуть-чуть, завтра чуть-чуть. То, что мы достигли на сегодня, это не идеально, но это неплохо. В этом есть вот это хорошее, вот это плохое, вот это нужно исправить. Вот это очень классно. А вчера было гораздо хуже. То есть, не постоянное оближание. Вот как нам далеко до божественных идеалов не достичь и не реализоваться. Нет. Постоянно двойственное отношение. С одной стороны, мы достигли, мы уже развили божественный идеал. Но гораздо больше справедливости мира есть в нашем мире, чем было, не знаю, полторы тысячи. Да? Мир развивается в моральном смысле тоже. С другой стороны, божественный идеал. Есть еще очень много куда развиваться. Всегда мы в постоянном развитии. Мы довольны и недовольны одновременно. Нельзя быть слишком довольны, когда не будет достаточного пуша двигаться вперед. Нельзя быть слишком недовольны, когда не будет мотивации чего-то меняться. Источник, у которого внутренне все они могут быть упорядочены и понятны только в пространстве дьявола, которые приходят со стороны качественного отношения, рожденного зрелым человеческим мысом, которое только и может быть истинно практически, и вместо тем идеальным. После того, как прояснилось для нее общее видение адолекции, его отношения тут. И внутреннее чувство, обращенное к сути. Это точка, дающая жизнь всякому идеальному отношению. Наши идеалы, они не человеческие, они божественные. Они проистекают из одного. Поскольку все идеалы проливаются из источника жизни всего живого, со стороны вечного сознания, возвышающего на цене высотами и спускающихся ниже всех из земли. Я ослаблюсь на этом. Я достаточно сегодня говорил. У меня было немножко сложно. Я хочу в конце концов дать вам слово. Наших постоянных слушателей не хамы, не димы с нами сегодня нет. Они на семинаре в Дишковице, семинаре Блинох. И я забыл сказать в начале, скажу сейчас. Наш урок он за выздоровление Рубена Бен Давида Бен Оха. Интересный очень человек. У него сейчас конкретно сильная пневмония, что опасно для жизни. Наш урок он в том числе для его полного выздоровления. И также всех больных, не знающихся в Израиле. И теперь мы перейдем к отношению, вопросам, выводам. Мне кажется, это самый сложный отрывок из всей нашей статьи. Но мне кажется, как-то мы через него продрались. А теперь я хочу послушать, как вам это? Слишком высоко небе или как-то относится к тому, как мы живем здесь на Земле? Все? Никто ничего не хочет сказать, не может? Надо переваривать? Ни хама нет, Димы нет. Кто нас спасет сегодня? Какое-то заключение? Виктория, Руха, Елена? Кто-то хочет сказать какие-то слова на завершение урока? Ваши отношения? Ваши ощущения? Ну, хорошо. Надо переварить. Да, Руфат? Говорю, надо переварить. Что-то я немножко... Не, это сложно. Это вообще абсолютно правильно. Надо переварить. Если вы не видели и не слышали предыдущих уроков, я очень их советую. Они в нашем тексте спаяны уже. Это кульминация в смысле сложности. Сложнее уже не будет. Но это действительно, по крайней мере, по-моему, сложно. Немножко, но, тем не менее, не настолько сложно, что, как бы сказать, не сутиться все. Да, сутись. И, мне кажется, мы таки продрались. Кто-то еще? Кто-то еще хочет рассказать? Давайте я скажу. Ну, вот основное ощущение, которое у меня осталось от всего урока, что, конечно же, всегда надо думать о том, что ты делаешь, о том, о чем ты собираешься думать. Даже вот так вот я бы сказала. Потому что слепое поклонение, оно, разумеется, приведет к долопоклонству. Наверное, поэтому рабским и названо. Потому что человек должен всегда все делать осмысленно и иметь свою собственную волю и свой выбор. Что, собственно, в иудаизме и прекрасно. Ну, вот это вот ощущение мое, базовое, от урока, который я вынесла. Орли, кто-то еще хочет рассказать? Если нет, тогда мы встретимся в следующий раз. Мне было очень приятно с вами. Большое всем спасибо. Огромное спасибо, что я за переводы. Я сейчас немножко подредактировал текст, чтобы был нормальный в Google Docs. И до следующих встреч. Большое спасибо. Вы отредактированный текст тоже выложите? Или он где-то всегда лежит? Он лежит в Google Docs. Везде я бросил линки на Google Docs. Я его сейчас там отредактировал. Это постоянная ссылка, да? Да-да-да. На эту статью это постоянная ссылка. Это будет несколько уроков на эту статью. Еще относительно много. Статья длинная. И на все... Да, это постоянная ссылка на текст. Я ее сейчас изменю. И там, правда, все хотят изменить. Потому что текст немножко двойной. Я сейчас просто его по-разному. Понятно. Хорошо, спасибо большое. Не за что. Добрый вечер. До свидания. Добрый вечер всем. До свидания.